Проклят! Если раб отдаляется от Аллаха, сам того не зная, становится близким для шайтана человеком. А Иблис явный враг сынов Адама и руководит им зло. Дорогие братья мусульмане! Если муж и жена ненавидят друг друга, плохо относятся друг к другу. Знайте, их постигло великое несчастье. Всю их семью, детей, близких, родственников никакие слезы в этом не помогут, пока супруги не поймут причину своих несчастья. О причине говорится в Коране. А кто отвернется от моего напоминания, то есть Корана, того ожидает тяжкая жизнь. В этом аяте мы находим подсказку, как вылечиться от этой болезни. Первый метод. Вернуться к Корану. Жить по законам, приписанным в Священном Писании. Второй метод. Вспомнить про жизнь великого посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Наравом Мухаммада да будет Аллах и приветствует. Был Коран. Айша, ради Аллаху, говорит, что пророк, салаллаху али-салям, клялся Аллахом, что не будет ни пить, ни есть, пока она не попьет или не покушает. Только после нее Мухаммад, салаллаху али-салям, приступал к трапезе. Приводится еще один рассказ от Айшира, ради Аллаху. Клянусь Аллахом, я увидела, что пророк да благословит его Аллах и приветствует. Стоит у дверей моей комнаты, а в это время эфиопы играли копьями в мечети. И посланник Аллаха прикрывал меня своим плащом, чтобы я могла посмотреть на эти игры. Потом он спросил меня, ну как, насмотрелась? Я сказала, нет, время прошло. А он опять спросил, насмотрелась? Я опять ответила, нет. Вы посмотрите, дорогие братья, каким был пророк, салаллаху али-салям. Он поддерживал со своими женами только хорошее отношение. А когда спросили, чем занимался пророк дома, Айша ответила, посланник Аллаха, салаллаху али-салям, сам чинил свои сандалии, зашивал свои одежды, даил овец. Мы сказали, что самой большой причиной проблем, возникающих между супругами, является отдаление от Корана и Сунны. Из этой одной причины возникли более мелкие причины, одна из которых связывание брачных уз с нелюбимым человеком. Сподвижник по имени Муыра сказал, Когда при жизни посланника Аллаха, салаллаху али-салям, я посватался к одной женщине, он спросил меня, Посмотрел ли ты на нее? Я ответил, нет. Тогда он сказал, так сделай это, ибо лучше всем и лучше всего, если будет между вас любовь и согласие. Вторая причина. Плохое воспитание. Если мужчина или женщина не получили должное воспитание, то они не смогут вести хорошую супружку в жизни. Если мать жены говорит, будь с мужем построже, не принижайся, то это неправильное воспитание. В хадисе говорится, что если кто-то дает своим дочерям хорошее воспитание, то они будут для него преградой от огня. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, если жена совершает пятикратную молитву, постится в Рамазане, подчиняется своему мужу, то может войти в рай через любую дверь, какую пожелает. Третья причина. Это плохое отношение друг к другу. Всевышний Аллах сказал в священном Коране, и живите с ними хорошо, а если они станут вам неприятны, то ведь может случиться и так, что в чем-либо неприятном для вас Аллах делает много благого. Именно...